Не мог, потерпевшая от него женит. Сочувствовать начинаешь другу. Неудачно женился мух. Жена его, как в гости заглянешь, И вправду теряет привлекательность. Неприветливая делается, Примитивная во всем судит и чаю не дает. В лице ее написано. Ты небось познакомила, А не познакомила, так еще познакомишь С какой-нибудь разлучницей змеей. Он как сладко звонит, Его с девки так и вьется вокруг. Кто-то мой к тебе зачастил, Знаем, каким медом там ему намазано. Не будет течения. Вдруг же, поскольку о разводе еще нет и речи, Все начинает варить на тебе. Тобой всячески прикрываться. Найдет пытливая супруга Клочок о горке от привлек. Миша, что это? Сжимает безглибными гадками бумажный обрывочек С полугольки на нос. Вчера этого не было. Но правильно. Васька попросил часок погулять в парке, Пустить его с журналисткой, Дать эксклюзивное интервью. Вот пустил, называется товарища, А он нас видит. Ведь обещал клятвенности никаких таких. Верю отвечает Зина, Васька он такой, Его хлебом не кормить, Да и невинного товарища поставить. Или вот еще случай. У одного художника не было мастерской. Ни мастерской, ни телевизора. А тут футбол. Товарищ в мастерскую с телевизором бросится. Тут ему, Меня-то не будет. Ты свой футбол смотри, Но следов не оставлю. Не оставлю клинцу тут, Но глаза не смотрят. У хозяина в целом порядок, Но тряпок мешок для вздирания кисти. Некоторые валяются тут и там. Другой день после футбола, Хозяин, Хозяина под вечер пробил и насморк. Схватил он тряпочный комок, Высморкнулся в край И в карман шликнул до другого случая. Пришел домой с женой беседуя, Татай ему, Чего в нос говоришь, Высморк и сопли тотчас. Хозяин степенно занимает для этой цели Из кармана тряпочный ком, А из него, вроде светлой лягушки, Выпрыгивает мятый презик, И перевернувшись в воздухе два раза, Шлепывается на пол прямо В луч заходящего солнца из окна. Совсем движимые собственные упругости Начинает расправляться и ослепительно сиять. Давно я не видал о подобной гадости Произносит жена надмина. А как давно задумчиво реагирует муж, Препоминая, как такое могло случиться, Не через футбол ли, товарищ? Это Володька следы заметал, Когда у меня футбол сморел с кем-то, И на столе это вот в тряпочке оставил Поросеянности. Догадывается он, словно, Мне недолго подумал. Известно, Володька соглашается Супруга, не ты же. Надеюсь, мне и у чаем больше Не придется поить. А с одним знакомым медиком Вот что вышло. Не излюбил он постепенно Вторую жену. Принесла ей изменять. Изменяет, изменяет, и все ему мало. И жена мешает очень. Каждый вечер дома. Лучше бы шлялась в день. И решает он уложить ее в больницу Хоть дня на три, Чтоб насыститься изменами раз в жизни. И ни в чем себе не отказал. Сказано, сделано. Объявляет от супруги, Что им обнаружены в ее организме Признаки опасной и редкостной болезни. В связи с чем, благо он медик. Имеет друзей в наилучших принятых. И немедленно надлежит личное обследование В одной из них. Если она хочет продлить свое земное существование. Подобные субъекты Всегда имеют повсюду многочисленных друзей. И среди них процветает взаимовыручка. Буквально на другой день Жена его, полная тревога и опасений за свой организм, Приглась в клинике мужа и его знакомого В наилучшей палате с трехразовым питанием За счет государства. И там к ней стали приближаться Различные мужчины в белом. Щупали у нее в разных местах пульс. Просили раскрыть прошили рот. И прочее делали обследование. С заботчинными лицами. Медик же, не тратя времени зря, Назвал в гости множество особ женского пола Некоторых друзей, чтобы ни одному ему ликовать. Само собой алкоголь на вкус, Шпрот их сайра и даже товары Тарова для курения. Охеринка началась. Вскоре приняла вид разнузданной урги С песнями, свистоплясками И цирепую музыку на английском языке. Соседи, сколько ни стучали в стены и потолок, Ничего не добились. Даже убавки звука. Тупившие веселее делали за стены. Некоторые приходили послушать по двери, Черт знает, что вы брожали. Умеря своя испорченность. Вскоре на вечеринке докатился до стриптиза на столе С потери отдельных мелких предметов Дамского гардероба, Развестившихся по углам. И так два дня без перерыва. Медик делался все более счастлив И удивлялся, как это другие не ценят свободу, Когда она настолько прямой сохранности. На третий день он решил отправиться в гастроном Для пополнения запасов продовольствия и алкоголя. Приходяя через площадь в нужном направлении, Рисуя в воображении самые соблазнительные картины Из предстоящего на третий день обследования жены, Он внезапно был прокинут Вылетевшим откуда ни возьми самосвала. Как раз он задумался, Не мешало бы навести порядок, Что не мешало бы навести порядок Возвращению законной женой. Бессовестный шофер ударил по газам И скрылся с глаз, Оставив медика без медицинской помощи. Хорошо, что его тутчас окружили советские люди И вызвали по автомату скорую, Которую доставила его в больницу. В больнице сперва решили, что он мертв. Но приглядевшись внимательно, Они обнаружили, что жив. И стали делать операции На ноге и голове. Узнав же потерпевшему своего брата-медика, Привлекли самых на первейших светил И общему сверхъестественному усилию Вернули того к жизни. Теперь он держал весь в проводах, Ведущих прямиком в мозг, И с ногой в гипсе, Подвешенный на противовес в виде гирь. Витом лицо его украшала Восхитительная волнистость и борода. Поэтому он не до конца утратил Мужскую привлекательность, А для особо трепетных женских средств, Может, даже ее добрал. Тем временем, пока муж находил себе Сад на ней, Жену с туманным диагнозом И перспективный отпростили в срок домой. И ходит она в свою квартиру И замечает, что все предметы мебели И обиходы поменяли свои места. Полусыпано окорками и битой посудой, А в луже неопознанной жидкости Плавает двойной корабль из женского лифчика, Размером сильно превосходящей Тешкой носит она. На столе совершенно чужой черной котище, Прикрывшись разворотом Порнографического журнала. Голос шевелит хвастом, как хозяин. Че только грабовать, А что, блин, как это меня окружало? Страшно. В милициях захотелось ей крикнуть, Но язык присох в горло, И в дверь на остойчиво постучали, Будто милиция материализовалась из мысли. На пороге стояла группа активных соседей С воспламененными фантазией лицами. Наверное, вас не было, Потому что муж ваш! Ну и так далее. Тут и телефон зазвонил, И коллеги мужа спешат сообщить, Что муж лежит в моей анимации. Неустойчивого равновесия Между типом жив и типом помер, Как поется в популярной песне Гребенчика. А вот я посмотрю, Что это за реанимация, Восклицает оскорбленная женщина И едет по адресу реанимации. Но там ее не пускают, В соответствии с правилами. Тогда она врывается к главврачу И требует пропуск, На основании, что она жена, И знает своего мужа, Как об лоптанья. Ей идут навстречу, И она вихрем врывается в палату. Видя, что супруг жив, Хоть и в гипсе с проводами, Она понимается выражать Свои накипевшие чувства Визгом и жестом. Даже разбивает казуное блюдце у пол, Поскольку муж молчит, Как и баблют. Ей кажется, Что не желает демонстрировать Осказание. И тут она с просопозданием Замечает, Что он вроде помер, С лица позеленило, Не меняет выражение. Тогда она истерически зовет На помощь персонал. Персонал вышуривает ее вон, Принимается реанимировать Потерпевшего мужа, Не подающего признаков жизни. И у чуда муж оживает. Привегают его друзья-медики, И при помощи инфонской аппаратуры На живую нитку запускают Замерзшую было жизнь. Проходит день-два, А больного утешают ложными сведениями О победе зенита И о мирном договоре с Америкой Воздействуя на положительные эмоции. Тот розовеет и начинает дышать. Жена в это время усовестилась Или, может, испугалась, Не пришло ей отвечать. И решила проведать супруга. Скоро, сердце, купила яблоко. Самый дешевый. Недорогий. Хороший пацан. Кобел недорогих ем. Ее, конечно, вновь не пускают. Но она обещает привнести Вот именно положительные эмоции в лечение. И ее пускают. Тем более, другая смена администрации дежурит. Войдя в палату супруга, Видит такую картину. В мягком свете лампы Лежит ее муж в проводах И растяжках широко спустив бороду. По бокам от него Находятся двинокрашенные девки И гладят ее в ушибленные места. Это что? Это что за безобразие? Восклицает возмущенная женщина. Вы кто такие? Кто вас пустил? А ты кто такая спокойная? Отвечает мне более нахальная и накрашенная девка, Продолжая гладить ближайшие ушибы. Я жена его, кричит жена в глаза нахалки. Как невидаль подает голос, Другая нахалка. Я, может, тоже от него беременна. Скоро узнаю. От такой наглости Законная супруга Хватает с подоконника горшок С цветком герани И разбивает его Амурин гипс, Промахнувшись Муж атаки Или дышавший Стремительно умирает Кроническая смерть Всех хором зовут администрацию, А девки принимаются Можно ли анимировать, Поскольку, как оказалось, Сами медработники. Отсюда и нахальство. Супруга же Законную заключают Смирительный халат И невзирая на ее бессвязные выклики Выдворяют его. Как ни странно, Бесстыжие девки Оказались талантливыми медиками. Как известно, Господь раздает таланты, Кому попало В виде испытания, Чтоб не зарывали. Так что к приходу Светил меднауки Муж уже ужил И твердо стал на путь выздоровления. Дело кончилось разводом И справедливым дележем имущества По суду. Медик же впоследствии Не утерпел И опять женился По любви. Родил детей. На самом деле, Это совершенно реальный